Мэр Сухума Беслана Ишпы провел совещание в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции. Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Вуба проинформировала текущей статистике заболеваемости. По данным СЭСНО, 21 июля в столице болели 1816 человек. Из них 1667 взрослые, 149 детей. Инфекционная больница загружена полностью. В Сухумской инфекционной больнице на 1,21 число состоит 42 больных и тяжелых у нас сегодня 15 человек. Это данные, которые жали с утра. Уже 44, да? Принятых. Но у нас периодически получается, вот выписывают, принимают, это вот не заканчивается, каждый день меняются люди. Мэр интересовался ситуацией с забором ПЦР-теста. В Ирма Вуба отметила, что лаборатории не выдерживают нагрузки. Астамур Гуни отметил, что в больнице не успевают даже обследовать температурящих больных. Сами врачи уже болеют во второй раз. От 60 до 80 анализов больше не справляется лаборатория. И поэтому у нас уже больные записаны температурящие на 3, на 4, на 5 дней вперед. То есть мы даже обследовать их не сможем в таком количестве. Не получается, не справляемся. Песланыш бы интересовался медикаментозным обеспечением больниц. Ирма Вуба проинформировал, что больницы обеспечены лекарствами. Это подтвердил и главврач инфекционной больницы. С обеспечением лекарствами у нас проблем нет на сегодняшний день. Поток большой, особенно амбулаторных больных в трёмном отделении, на ПЦРе. Очень много больных. У нас где-то в районе 8 мест амбулаторных, где постоянно капает салон народ. Скажи, пожалуйста, Корбеевич, какое количество расход баллонов кислородных у нас в сутки при полной загрузке? Есть такая цифра? Да, конечно. В районе 70, не меньше 70 баллонов. Потому что у нас 7 реанимационных точек, 7 ИВЛ и плюс ещё 8 точек кислородных, которые круглосуточно работают вообще 10 в рывах. Единственная проблема в инфекционной больнице – это выход из строя передвижного рентген-аппарата. Он был аварийным ещё тогда, когда работал на выезде в Гали. По словам Астамура Гуни, уже занимаются его ремонтом. Через 3-4 дня он будет работать. Ковид-больным сегодня делают рентген в первой сухомской поликлинике. Наша проблема – это рентген-аппарат, вот этот мобильный передвижной. Он вышел со строя. Он уже был аварийный, ещё когда на выезде в Гали работали. Его Настер как-то сделали, починили, и сейчас он вышел со строя. Вышел со строя кондиционер, который так и не работал с самого начала, в общем-то. Его эксплуатировать в такую жару нельзя. По словам главврача первой поликлиники Лианы Ампар, у врачей очень большая нагрузка. Один участковый врач в день обслуживает 200 больных. Целый день с утра до вечера они на обслоне. Но и обслуживая тоже. Помимо этого, да, помимо этого в поликлинике прививочная компания, более 3000 прививок уже сделано, провакцинировано население. Помимо этого 0,86 поступающие, помимо этого онкологические больные и миллион всякой документации, которая выходит в поликлинике. Очень тяжело, нагрузка большая, врачи все в возрастной такой категории, тем более переболевшие и болеющие тоже есть сейчас ковидом и с осложнениями врачей. Последние три недели отмечается резкий рост заболеваемости детского населения. С 1 июля в детской поликлинике принято 405 детей не только из Сухума, но и со всех районов. С 1 июля принято 405 детей. Это не только Сухум, там приезжают, обращаются дети со всех районов. Из 149 взятых в ПЦР, 123 положительных подтвержденных. Многие родители жалуются, что в детской поликлинике приходится стоять в шаре в очереди и негде присесть. Педиатр Эсмагуни отметила, что скамейки не ставятся специально, чтобы посетители поликлиники не заражали друг друга. А в инфекционной больнице для удобства амбулаторных больных будут строить беседку. Астамур Гуни отметил, что они смогут отрегулировать расстояние между скамейками. Территория больницы это позволяет. Главный санитарный врач Сухумала Беляева привела цифры, которые свидетельствуют о резком росте заболеваемости. Она считает, что трудно будет без локдауна справиться со сложившейся ситуацией, которая, по ее словам, близка к катастрофической. За полугодие было 3620, то только за июль месяц, на 17 число, у нас уже было 1046 больников. Фактически треть того, что за полгода. Мало того, что из них это дети. То есть эта ситуация уже близка к катастрофическому. Если смертность увеличилась, если за полгода 24 смертки, то с 1 июля по 17 июля 8 смертей. И сегодня 9 пришло. У нас действительно, боюсь, что без локдауна мы не справимся с той ситуацией, которая есть. Беслан Ишба отметил, что проводят совещание в таком формате, чтобы представители УВД, руководители транспортных предприятий, директора рынка услышали о ситуации с ковидой с первых уст и сделали соответствующие выводы. Хотелось, чтобы вы сами услышали, какое у нас положение в городе. Ни по телевизору, ни по фейсбуку, ни из каких-то других источников. Ситуация тяжелейшая. Врачи работают на износ. Я не говорю о возможностях каких-то. Есть они, их нету, находятся. Мало того, хочу сказать, что принято решение, госпиталь приедет скоро. Буквально там с первых чисел госпиталь будет, едут тоже на помощь. Мэр отметил, что работа транспорта вызывает нарекания. В большинстве своем водители не соблюдают антиковидные меры. Ведут себя водители пока безответственно, большей своей массе. Поэтому руководство одного и второго предприятия вместе с транспортным департаментом идет на помощь ГАИ и вместе организовывает рейды. Я в состоянии объяснить населению, если кто-то из транспортных служб не будет справляться с маршрутами, мы будем извиняться и говорить, почему это. Потому что безответственные водители, безответственные руководители. Управление внутренних дел попрошу оказать содействие. В самом жестком порядке требовать, чтобы все были в масках. Обеспечивать масками мы будем. Но вот этот порядок надо выдержать. Хотя бы месяц-полтора, чтобы наступил спад заболеваемости. Усилить работу. Все, кто не в масках, если отказываются, все едут на штаб-площадку. Все, потом будут до разбирательства. Глава администрации считает крайне важным спить рост заболеваемости, иначе медики могут не выдержать нагрузки. Может сложиться ситуация, когда некуда будет людей класть. Все, некому будет этих людей отслуживать. Некому будет давать рекомендации. Но в таком режиме, как работают медики, вы же понимаете, долго это продолжаться не может. Это рано или поздно все встанет. Директор Сухумского АТП Леонид Шулумба проинформировал, что за последнее время три человека отстранены от работы. 16 водителей получили предупреждение за несоблюдение антиковидных мер. 18 водителей болеют ковидом, 12 – на самоизоляции. О безответственности водителей, конечно, здесь можно говорить, и говорить это имеет место. Я надеюсь просто на совместную работу. В текущей ситуации в течение 10-15 дней у нас заболеют все, и в принципе выезжать будет некому на государственный транспорт. Есть такая серьезная проблема у нас. Леонид Шулумба считает, что на ситуацию можно повлиять только рейдовыми мероприятиями, иначе нужно будет остановить работу транспорта. Транспорт сегодня такое место, где население перевозим. Не можем мы никак им объяснить, не можем никак убедить, что надо надевать маски. 40% если надевают маски, это в самом лучшем случае. Мэр отметил, что в случае необходимости можно останавливать работу транспорта. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ответственны все. В таком режиме долго люди работать не могут. Если у них есть свой врачебный долг, то и у нас у всех тоже есть определенный общественно-социальный долг, который не должны доводить до этой ситуации. Если мы говорим, что вверенные ваши водители обязаны исполнять то, что им предписано и приказано руководство, они должны это делать. Если не делают, предупреждение и увольнение. Даже если и остаемся без транспорта. Мэр также поручил усилить меры безопасности на центральном и вещевом рынках, а также на крупных торговых объектах и объектах общественного питания. Бесланыш посчитает необходимым до конца месяца отрегулировать ситуацию на рынках, усилить соблюдение антиковидных мер. Иначе придется вводить график работы рынков. Объяснить продавцам, что если не получится подчинение, вынуждены будем уходить на график. Это усложнить жизнь всем, и им, и другим, и третьим, особенно в летний курортный сезон. Доведите эту информацию до всех, что до конца месяца, если мы не отрегулируем эту ситуацию, осталась неделя рабочая, все вынуждены будем действовать по-другому, иначе сбить невозможно. Это количество сбивается только мерами, которые были уже имеем опыт. Бесланыш бы отметил, что рейдовые мероприятия и другие антиковидные меры должны начаться уже сегодня. А в понедельник службы отчитаются о проделанной за этот период работе. Следующая наша встреча в таком составе будет в понедельник. Попробуем посмотреть друг в другу в глаза, что мы смогли прийти на помощь медикам, что нам удалось сделать и так далее. Хорошо? Всем спасибо. Рейдовые мероприятия на транспорте, торговых объектах, объектах общественного питания будут проводиться и в выходные дни. Мадин Абганба, пресс-служба администрации города Сухум.